Дорогие братья и сестры, приятно отметить, что посещение второй части кардинально отличается от первой. Скорее всего, просто все устают на неделе и хотят немножко отдохнуть в день субботний. Что может быть лучше святого субботнего сна? Вы знаете, тема, к сожалению, сегодня, по крайней мере, начало будет несколько отличаться от такого радостного вступления. И хотел с вами сегодня поразмышлять о том, как справедливо судит Господь. Мы сегодня привыкли говорить о любви Божьей, о милости Божьей. Но в Библии встречается достаточное мест, когда Господь произносит приговор, когда Он вершит Свой суд. И вот сразу же вопрос, у вас никогда не возникало ощущение или мнение, что Господь, именно касаемо вас, судит в данный момент несправедливо? Вы не задавали никогда вопрос, почему или за что? Именно вопрос, адресованный в адрес Бога? Вот, Лена, мне кажется, единственная, кто задавала такой вопрос. Ага, все-таки рука прибавилась. То есть, плохое, зная, что заслуживает. Вы знаете, есть такая юридическая шутка. Я услышал ее от своего дяди, он работал адвокатом, на прошлой неделе он сказал. Он говорит то, что любого человека в Российской Федерации до 30 лет, если без суда и следствия посадить его в тюрьму, он будет очень возмущаться. Но он будет знать за что. Понимаете, я говорю о том, что, ну, если быть откровенными, конечно, мы все с вами приходим в этот мир, уже в мир последствий греха, и рождаемся грешными. И вот тут как раз вопрос справедливости сразу довольно остро поднимается. Начало человеческой истории. Только что в Эдемском саду произошло грехопадение. И Господь в 3 главе, 17 тексте, не буду читать весь, говорит такие слова. Проклята земля за Тебя. Это приговор. Почему вы и я несем на себе вот это бремя греха, хотя согрешил Адам, ну, и Ева, соответственно. Приговор и суд, да, и, соответственно, человек теряет вечную жизнь, уходит из Эдемского сада, начинается совершенно другая жизнь, другое существование. Какое отношение вы так к этому имеете? Есть масса людей в христианской среде, говорят, знаете, если бы вот я был в Эдемском саду, да я бы на пущечный выстрел не подошел к этому дереву. Жаль, что, конечно, их там не было. И все-таки вопрос иногда остается, вот насколько Бог справедливо судит, почему за одного страдает такое большое количество людей. Практически с начала человеческой истории Бог наказывает человека. Пройдет небольшое время, и вообще все последователи, первые люди, произошедшие от Адама и Евы, погибнут, кроме одной семьи. Конец прежней цивилизации, начало потопа, заглавливает текст Бытие, шестая глава, пятые, шестые тексты. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле. И вы все прекрасно помните историю, что семья Ноэ, это единственная семья, которая в течение там 120 лет строит ковчег, звучит призыв, но спасаются очень немногие. Кроме того, после этого меняется резко климат земли. Появляются огромные территории, такие как зоны пустыни или арктические льды, где жить практически невозможно. Кроме того, сокращается продолжительность жизни. Почему необходимо было уничтожить целое, первое, так сказать, не поколение, а первую цивилизацию Земли? Вы знаете, наверное, ответ кроется в том, вообще, что такое грех. Нам иногда кажется, что если мы говорим о том, как погибают дети, именно в ветхозаветные времена, старики, когда уничтожаемы, когда люди погибают целыми коленами, племенами, народами, здесь прослеживается какая-то линия жестокости Божией. У нас не укладывается, ну, как ребенок может нести какую-то потенциальную опасность или вред. У меня самого двое детей, и мне это близко. Но, однако, есть таких два неплохих сравнения в этом мире, что такое грех. Некоторые сравнивают его с раковой опухолью. Эта клетка отличается сильно от других клеток в организме. Когда она развивается, она все съедает на своем пути. То, что съесть не может, она просто отметает в сторону и идет дальше. Это неплохое сравнение, но все-таки, вы знаете, грех не может быть в единственном лице. Есть другая трактовка, которая, мне кажется, более удачная. Несколько лет назад в этом городе можно было наблюдать такие картины, и этим пестрили новости. В этом городе появлялись люди, которые хотели убить себя. Но это не просто были самоубийцы. они шли в толпу, но на них висел пояс шахида. Они уходили из этой жизни только по одному принципу. Не только убить себя, но и унести как можно больше с собой. Вот это гораздо больше подходит под определение греха в целом. Почему именно так? Потому что есть еще один очень яркий памятник Суда Божьего, который находится в Израиле. Вы знаете, на каком месте находится Мертвое море? Что там было раньше? Абсолютно верно, да. То есть, там были города Содом и Гоморра. И она образовалась после того, как Господь этот город, соответственно, привел в исполнение свой суд. Что предшествовало, что было началом Суда Божьего над этим городом? Давайте откроем 18 главу книги Бытия. 20 и 21 тексты. И сказал Господь, вопль Содомский и Гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю. Это разговор с Авраамом. Скажите, откуда исходит вопль? Это сами Содомляне говорят, ой, Господи, мы так устали, помоги нам. Ничего подобного. Это окрестные города и селения, которые настолько устали от греха, который там происходит, от того нечестия, что они уже вопьют к Богу, чтобы он как-то вмешался. Я еще раз повторюсь, что грех имеет всегда далеко идущие последствия. Всегда будет у родителей желание, чтобы их дети в этом городе сохранили веру в Бога, чтобы они как бы не погрязли в грехах. Нам это знаком, потому что, кроме того, что этот город дает возможность заработать, он также переполнен вещами, которые могут нас далеко завести. Я не хочу сказать, что Москва сгорит в скором времени. Но просто дальше история в этой главе развивается. Мы читаем, что Бог спускается и в дом Лота входят ангелы Божии. Я так полагаю, что если бы вы увидели посланника Божия, вы бы упали ниц. Но человек, который пропитан настолько грехом, насколько это было в Содоме и Гоморре, приходит к дверям. Просто приходит к Лоту и говорит, вывези этих людей. И вы знаете, для какой цели. Этот народ настолько закостенел, что больше ничего другого не видел и видеть не мог. И вы помните торг Бога и Авраама, когда количество людей все уменьшалось, уменьшалось, если 10, если 5, если 2 и так далее. Даже семья Лота пострадала, когда они вышли уже из города. Вы это помните. И вы знаете, я прекрасно понимаю, что когда Бог произносит такой приговор, ему больно, ему очень не хочется это делать. это его дети. Но если все оставить так, как есть, то не просто вокруг все погрузится мрак. А, наверное, тех, кто останется спасенным, вообще не останется. это вынужденная мера, когда уже больше нет выхода. Когда человеческое сердце окаменело, и оно готово только уничтожать, гнать или грешить. Вы знаете, что я вот сразу хочу поправиться, что неверно порой может быть в нашем понимании возмездие Божьего. В Южном Бутово живет одна женщина, она попала в очень серьезную автокатастрофу несколько лет назад. Она стояла на остановке, и какая-то неизвестная иномарка проехала по остановке, сбила ее, проехала прямо по ней и умчалась в неизвестном неправлении. Днищем машины ей сняло скальп. Простите, что? Ну, сняло скальп. Переломала ноги, и при ней не было документов, когда ее привезли в больницу. Пока врачи решали, что с ней делать, началось загноение костей. И одна нога по сей день неподвижна. Операцию делать нельзя, потому что, если стронуть кость, то есть такое понятие, милиции загнояние костей, пойдет сразу в заражение крови. Она умрет. Она в инвалидной коляске, ее муж умер, ее сын погиб от наркомании. И вы знаете, проблема еще в том, что сколько бы раз церковь не пыталась ей помочь, психологически с ней общаться очень тяжело. Переступая порог этого дома, вы всегда слышите первую фразу, что вот у вас есть ноги, вам хорошо, вы можете жить, она несчастный инвалид, никому не нужна и так далее. То есть вы становитесь автоматически из-за слов каким-то соучастником того преступления, когда произошло однажды. И выход здесь один, просто не обращая внимания на то, что она говорит, ну как-то ей помочь. Но это довольно сложно. Иногда я вожу ее в стоматологическую клинику, которая находится рядом с ней. И там удивительная заведующая, которая ее принимает, несмотря на то, что она постоянно с ними ругается и, в общем, очень себя ведет некорректно по отношению к врачам. Почему я так подробно это рассказываю? Когда мы сидим и ждем очередного приема у врача, в конце коридора есть большое окно, которое выходит на бутовские коттеджи. Там люди до кризиса успели выстроить такое хорошее качественное жилье. И вот когда Люба смотрит на эти коттеджи, она говорит, ничего, ничего, все сгорит. И вы знаете, я понимаю, что в этом, наверное, не совсем правильный подход у нас, как христиан, к данным вопросам. Мы очень порой быстро выносим приговор, даже не думая о том, что, может быть, за теми стенами кто-то нуждается в спасении. конечно, у народа Божьего за время его существования накопилась обида и исторически сколько претерпел народ гонений, инквизиции. В любые времена возьмите, сейчас притеснение вы испытываете порой на работе за субботу, но все-таки сейчас время несколько мягче. Но иногда, наверное, в силу разных обстоятельств, нам хочется, чтобы вот суд Божий подошел как можно быстрее. Конечно, не над нами, а над кем-то другим. И вопрос следующий, а вы сами боитесь суда Божьего? Кто боится, поднимите руки. Спасибо. Хорошо, а почему боитесь вы? Вы же не садомляне, вы же на Еведемском саду. Если бы рядом был ковчег, я думаю, вы бы постучались к лод и сказали, вы простите, там места не найдется. Я думаю, что там какая-нибудь бы овечка там или слоник подвинулся, обязательно бы вас взяли. Вы знаете, еще интересен текст, то, что в первом послании Паралипоминон, 16-й текст, 16-я, простите, глава, 31-й и 33-й текст, есть такие слова. Автор радуется тому, что все будет плохо. Смотрите, «Да веселятся небеса, да торжествует земля и да скажут в народах, Господь царствует». А вот теперь 33-й текст. «Даликуют вместе все дерева дубравные перед лицом Господа, ибо Он идет судить землю». У вас дом, квартира, машина, попрощайтесь. Вы не боитесь, что мы можем попасть не в то число? Как-то совершенно случайно оказаться в это время в Содоме? Кто сказал «нет»? Хорошо, пусть это будет такой момент для размышления. Смотрите. Мы немножко отвлечемся и пойдем дальше. Последний момент человеческой истории тоже заканчивается судом. Откровение, 16-я глава, 16-й текст. Звучит так. «И Он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон». Что это за место? Какие ассоциации у вас возникают? Мне интересно. Ну, в частности, у молодежи. Фильм. Конечно. Брюс Виллис, да, он же всех спас. Один мальчик так... Вы знаете, вообще он очень много раз спасал землю, конечно, если верить Голливуду. Один мальчик даже, когда молился, однажды он сказал «Дорогой Брюс Виллис, осведи, пожалуйста, эту еду». Потом сказал «Господи, прости, я что-то улегся». Совсем не удивительно, что такие стереотипы у вас возникают. Вы знаете, очень давно этот текст пытаются трактовать, и всегда в разные годы были разные версии. В 70-е годы можно было услышать версию, что на этом месте будет происходить битва между СССР и США за право обладанием Израиля. Эта версия звучала с кафедры. Ну, сейчас сложно об этом говорить и в это поверить, потому что СССР давным-давно ушло с политической арены. Ну, и никто вроде за обладание Израилем воевать не собирается. По крайней мере, эти две державы. Было другое мнение, что Бог соберет всех грешников на этом месте, и там произойдет финальная сцена суда над ними. И была еще одна версия, в которую я, вот честно говоря, с трудом верю. Была версия, что народ Божий соберется для битвы на этой месте с грешниками. На какое-то время я представил, как, предположим, ну, Лена, собираясь на войну, наверное, возьмет с собой Даника. Наш пастор, наверное, возьмет эту кафедру и церковный ноутбук. Ну, группа Глина, наверное, возьмет микрофоны, ну, Евгений возьмет аппаратуру. Я в силу того, что занимаюсь ремонтом холодильников, возьму наш церковный кондиционер. И даже если мы не победим, то пару-тройку грешников точно простудятся. вы простите, конечно, за иронию, но просто последняя версия как-то кажется совсем довольно странной. Один наш богослов, это Александр Болотников, предлагает очень интересную трактовку, с которой я сегодня хотел бы с вами поделиться. И один из наших теологических профессоров, у нас есть Болотников, он предлагает следующую объяснение шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат. Достаточно. Что это за шестой ангел? Что это за чаша? Давайте вернемся к началу главы. И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю. Что будет происходить в последнее время? Мы читаем, что слышится голос, соответственно, в небесном храме. И Бог начинает процесс суда. Над всеми ли? Вы подходите под эту категорию, как вы считаете? На меня и на вас будет изливаться чаша гнева Божьего? Давайте прочитаем второй текст. Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю и сделали жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертания зверей и поклоняющихся образу его. Из этого текста абсолютно очевидно следует то, что это не коснется народа Божьего. Что те, кто будут продолжать гнать, издеваться, мешать тем, кто исповедует имя Иисуса Христа, в последнее время Бог выйдет на защиту своего народа. Мы с вами часто говорим о последнем времени как о времени страшных гонений. Но здесь мы читаем, что Господь еще будет защищать свой народ. И на каком-то этапе, наверное, будет даже можно увидеть человека верующего и человека, который уже погряз во грехе. Потому что те, кто сделают противоположный выбор, они будут отличаться. Посредством вот этих символических чаш. И вы знаете, тут возникает другой момент. Так все-таки что же это за место, называемое Армагеддон? Что же там будет тогда? Интересно, что Иоанн пишет называемое по-еврейски Армагеддон. Причем, если вот читать так, как это в оригинале, то это учит как Хармагеддон. И первая часть слова это гора. Но все исследователи сходятся в одном, что это место, которое здесь пытается описать Иоанн, горой назвать сложно. Это равнина изреэльская или долина Мегида. Изреэльская. И как бы тогда получается какая-то нестыковка. Иоанн говорит о какой-то горе, а это равнина. Это равнина в среднем 20 на 20 километров. Она является жемчужиной Израиля, она очень плодородная. И она похожа по форме на чашу, то есть вокруг она обрамляется горами. И одна из гор это гора Кармил, которая обрамляет эту долину. Так вот, Кармил это гора, но это место горой назвать можно с очень большой натяжкой. И один ученый, когда исследовали этот вопрос, он сказал, вы знаете, надо найти тогда место, которое также будет заканчиваться на Хармегидон, чтобы такое же была концовка, потому что сама по себе площадь Мегида, вот эта равнина, а здесь Хармегидон, слова разные, где в Библии встречается нечто похожее. И такое место на самом деле есть. 12-я глава книги пророка Захарии, 11-й текст. Здесь описано одно очень интересное историческое событие. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач года Дримона в долине Мегидонской. И вот здесь вот это слово Хармегидон и долина Мегидонская очень похожа. Мы часто говорим, что вот те сносочки на полях появились несколько позже, чем была написана сама Библия. Я не буду с этим спорить, но интересно, что в нашей Библии синодальной вот эта сноска на 16 текст есть. И очень интересно, что здесь описано одно историческое событие, о котором пишет Иосиф Флавий. Это такой историк. в первом тысячелетии до нашей эры на этом месте жило одно хананейское племя. И оно поклонялось своему языческому божеству Гададримону. И у них был ежегодный праздник в апреле месяце. Хотя праздником это можно назвать с большой натяжкой. Но этот праздник назывался Плач Гада Дримона. То есть весь народ собирался и рыдал и стинал. Причем это как бы делалось настолько от души, что это слышали окрестные все населенные пункты и соседние долины. И еще по одной причине. Если вы сидите на горе Кармил, а это довольно высоко, это несколько километров вниз, если в этой долине мычит корова, вы ее слышите. Если блеет коза или едет машина, вы тоже это слышите. там уникальный природный акустический эффект. Звук отталкивается от горы, поднимается, его слышно на большое расстояние. Иосиф Лави пишет, что даже при определенном направлении ветра этот плач был слышен в Иерусалиме. Иосиф А это приличное расстояние. Так почему тогда Иоанн ссылается именно на такое еврейское понятие вот этого места Армагеддон? Вы знаете, Библия не ставит целью доказать существование Бога. Она скорее показывает его характер. И, безусловно, описывает то, что будет происходить. Мы сами живем в преддверии того времени, когда мы увидим пришествие Господа Иисуса Христа. Люди, которые будут в последнее время пытаться дойти до последней точки, уничтожая народ Божий. чтобы защитить нас с вами. Богу придется выливать вот эти чаши гнева на землю. Но настанет финальный момент. И Армагеддон совсем не обязательно место в пространстве. Это место в духовном смысле. Находясь в любой точке Земли, человек увидит второе пришествие. И если у вас на глазах будут в этот момент слезы радости, то, к сожалению, будут и те, для кого это будет плач и стинание о тех возможностях, которые были упущены. Французский ученый Блес Паскаль однажды сказал такую фразу. Он сказал, что у неверующего всегда есть преимущество перед неверующим. Если умрет верующий человек и Бога нет, тогда участь у всех одна. Но если умрет человек неверующий, и после смерти ему придется встретиться с Господом, это будет время, когда он горько пожалеет. то, что однажды он сделал неправильный выбор. Так вот это место Армагеддон, где бы оно ни находилось, это место плача тех, кто не принял Бога. вот это место в Захарии года Дримон и Гдарина Мегедонской, это аббревиатура того места, куда пытается в исторической справке отправить человек Иоанн. Следующий текст в этой главе звучит так, семнадцатый. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух и из храма небесного от престола раздался громкий голос говорящий «Совершилось!» Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, вот этот голос пока не прозвучал. И для нас это время, чтобы взвесить те приоритеты ту жизнь, которой мы живем сегодня. я бы не хотел в то время случайно оказаться в Содоме и Гаморе чиня кому-то холодильник. Я бы очень не хотел остаться в водах потопа. И я боюсь, что если бы я был в Эдемском саду, возможно, я бы вряд ли поступил по-другому. у нас есть огромное преимущество сегодня выбрать другой путь. Если, конечно, мы еще не определились. Сегодня будет очень радостное событие. Сегодня двое наших брат и сестра принимают крещение. Я не вижу их в зале, они, наверное, уже отдыхают после первой моей части. это, возможно, отчасти только первый шаг. Пока не прозвучал голос свершилось, Бог хочет, чтобы в тот день у нас из глаз текли только слезы радости. Давайте об этом помните. я приглашаю вас к молитве. Я приглашаю вас к молитве. с н ал Продолжение следует...